Доброе утро! Вы смотрите новости на телеканале Катунь24 и сразу перейдем к выпуску. Что делать, если вам не выплатили зарплату во время пандемии? Как действовать в подобной ситуации, разъяснили в Управлении по труду Алтайского края. Чтобы взыскать средства с работодателя, если ваши права нарушены, необходимо обратиться в Трудовую инспекцию по телефону в Барнауле 290476. Сегодня защитой трудовых прав граждан у нас занимается Государственная инспекция труда в Алтайском крае. Они сегодня реагируют на каждое личное заявление, будь оно подано дистанционно, либо лично обратился гражданин. Если гражданин считает, и наш работник считает, что его права были работодателем нарушены, мы предлагаем сразу обращаться в Государственную инспекцию труда в Алтайском крае. Алтайский государственный технический университет поможет студентам с трудоустройством во время пандемии. Планируется, что они будут работать на предприятиях своего региона в рамках программы Министерства науки и высшего образования России. Сейчас в УЗИ собирают заявки вакансий с предприятий и организаций региона. В техническом университете такая работа ведется уже несколько лет совместно с индустриальными партнерами. Самые востребованные студенты – это выпускники направлений машиностроения, информационной технологии, энергетика, строительства, пищевое и перерабатывающее производство. В университете прорабатывают возможность оплаты работы во время производственных практик студентов. Барнольские бизнесмены призывают предпринимателей присоединиться к акции по бесплатной раздаче одноразовых масок. Ежедневно они за свой счет производят и доставляют ценный товар в магазины и аптеки, где одноразовые маски можно забрать совсем бесплатно. С какими трудностями пришлось столкнуться и где в Барнауле можно приобрести маски бесплатно, расскажет Анастасия Борисова. 80 штук раздаем бесплатно. Хорошо. Александра Томашевич – одна из трех барнаульских предпринимателей, которые занялись бесплатной раздачей масок. Все за свой счет. В день частные швеи делают около тысячи масок. Бизнесмены разводят их по аптекам и магазинам. Вчера маски разобрали за считанные часы. Не хватило производственных мощностей. Хоть своими силами швеи ежедневно отшивают ценный товар партиями по тысяче штук. Этого недостаточно, чтобы обеспечить всех желающих. Если не мы будем друг другу помогать, то, в общем-то, кто еще? У нас есть ограниченные ресурсы наши, которые уже практически кончились. И, естественно, если продолжать этот проект дальше, то нам, конечно, нужны финансовые возможности. Мы призываем, обращаемся, конечно, ко всем предпринимателям города Барнаула и Алтайского края. Давайте как-то совместно эту проблему решать. Мы готовы, не знаю, передать вам технологию, организовывать это здесь, включаться каким угодно образом. Если вы готовы с нами дальше вот эту проблему в городе решать, мы очень хотели этот проект продолжать. Чтобы бесплатно получить маску, правило всего два. Попросить об этом сотрудников в пункте выдачи и взять не более двух за один раз. Предприниматели раздали уже более двух тысяч одноразовых масок в 15 пунктах. Бесплатно получить одноразовые маски можно в 15 точках. Это продуктовые магазины, магазины детских товаров, аптеки и сервисные центры. Бесплатные маски разбирают очень быстро, поэтому если вы собрались идти за ними в один из пунктов выдачи, лучше заранее проверить их наличие на сайте бесплатные маски.рф. Анастасия Борисова, Денис Кузьменко, новости. На этом у меня все. Еще больше новостей вы сможете найти на сайте нашего телеканала katun24.ru, а также в наших группах в социальных сетях. Старайтесь реже выходить из дома, смотрите телеканал katun24 и всего вам доброго.